МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"А вот в 2016 году было принято решение построить ее реплику на тоже уникальной судоверфи в городе Петрозаводске. Там есть специальная верфь, которая специализируется на постройке исторических кораблей. Строили эту уже реплику дубльшлюпки для съемок фильма первые по мотивам пьесы Созвездия Марии. Вот построили ее, она участвовала в съемках. Фильм все могут посмотреть, он в доступе. И там вот кадры с этим кораблем имеются. А потом какое-то время судно ходило по Онеге, потом стояло на приколе, пока вот, в 2022 году ее не перевезли в город Якутск. Перевезли с большими трудностями, но в конце концов она здесь вот пока на территории Якутского музея находится. А теперь вот непосредственно о корабле. Значит, вообще дубльшлюпка это довольно распространенный тип кораблей был в 18 веке. Такой аналог более поздних канонерок, канонерских лодок, а впоследствии миноносцев. Ну, канонерки это, соответственно, для 19 века, миноносцы для 20-го. А вот в 18 веке еще при Петре I начали строить корабли такого класса. Дубль, шлюпка, это значит двойная шлюпка. То есть шлюпки увеличены в два раза. Обычно у больших шлюпок была одна мачта, вот у дубль шлюпок их две, как на этом корабле. И они предназначались в действиях для действий на реках и, ну вот, как я уже сказал, класса река-море, для выхода в море. Очень много дубль шлюпок построили во время русско-турецких войн 18 века, но они же принимали участие в научных экспедициях, вот как это вот судно. Значит, судно не сильно большое, несмотря на то, что как бы двойное, в длину около 20 метров, в ширину до 5 метров. Две мачты, как я уже сказал, у судна гафельное парусное вооружение. Ну, ладно, не важно, не важно. Так, значит, мы находимся сейчас на носу, и вот от носа к корме пройдем, и я расскажу об устройстве, собственно, этого корабля. Вот на носу расположен вот бушприт, вот он здесь вот перед нами, к которому крепились, ну, по-простому говоря, передние паруса. Здесь вот такелаж, вот эти вот канаты, они сейчас не в полном комплекте находятся, поэтому канатов было гораздо больше. Ну, собственно, сейчас нету рей на корабле и нету парусов, поэтому вот бегучий такелаж, так называемый, для управления парусами отсутствует. Просто вот натянуты леера, ну, леер, вот этот канат называется. Далее, здесь вот стоит такое устройство для поднятия якоря. У дубышлюпки Якутск было два якоря, основной и вспомогательный. Ну, вот сейчас тут вот основной находится, вспомогательный отсутствует. И вот для поднятия якорного каната вот такой вот специальный ганшпук здесь вставляется или убирается по-разному. Так, тут же в носовой части расположен так называемый форпик. Если вот открыть. Форпик – это помещение на корабле, на дубышлюпке использовался, помещение на корабле в носовой его части. Это не жилое пространство, скорее всего на дубышлюпке он использовался как трюм. Ну, и на современной вот реплике тоже как трюм используется, то есть для хранения там каких-то вещей или продуктов. Собственно, почему еще расположен на носу? Потому что судно предполагалось использовать в ледовых условиях, а нос – это самая его уязвимая часть. И вот если там какая-то пробоина в носу, то затопит не людей, а сначала груз. Вот, или там как-то починить можно было. Вот. Поэтому такой аналог трюма, можно сказать. Так, далее здесь есть вот такой вот канатный ящик. Можно посмотреть. Вот там канаты и лежат. Так, что касается дальнейших помещений, вообще надо сказать, что разграничение помещений сейчас современное. То есть оно, скорее всего, не соответствует 18 веку, таким, каким оно было в 18 веке. Поэтому оно сделано как бы по-современному. Вот. И поэтому здесь вот дальше расположена одна из двух кают экипажа. Это спальные места. Там на четырех человек. Скорее всего, в 18 веке было единое пространство под палубой. Не деленное там на отдельные каюты. Но это вот сделано как бы для современных комфортных условий. Ну, относительно комфортных, конечно, как бы. Вот. Вот. Также вот через эту каюту проходит основная мачта, дубль шлюпки. Вот. По-морскому грот называется. На этой мачте крепилось основное парусное вооружение. И также вот на этой мачте расположен Марс. То есть вот площадка, на которой обычно, ну, с которой в фильмах, да, кричат земля. Но дубль шлюпка якутска, она от земли далеко не уходила. Там, в принципе, обязательно было. Вот. Да. И здесь на мачте сейчас отсутствует рей. Как я уже сказал, тут две рей крепилось. Поперечная и гафельная. Да, это вот канаты, которыми вот паруса тут... Тут очень много канатов должно быть. Но поскольку паруса отсутствуют, то и канаты тоже отсутствуют. Так. Далее у нас нужно вот так вот открыть. Это основная каюта данного судна. Ну, условно говоря, кают-компания, можно сказать. Хотя, опять же, на историческом судне кают-компании не было. Но вот это вот кают-компания, опять же, это и каюта, и камбуз, и кают-компания. Там, как бы, три в одном. Здесь тоже на четырех человек. Здесь расположен стол и... Ну, кухня, да, и плита. Как я уже сказал, главная каюта данного корабля. И вот здесь такой вот стол, кают-компания, кровати на четырех человек, койки, да. Правильнее говорить, здесь вот есть такие вот трюмовые еще для хранения вещей пространство. А вот, обратите внимание, кстати, тут очень классно сделаны, ну, по-современному, иллюминаторы. Но вот они как раз соответствуют восемнадцатому веку. Вот именно такие были на историческом прототипе. Это так называемые волоковые окна. Вот так вот закрываются, открываются, очень вообще классно сделаны. Мне очень нравится. Ну, вот такой ствол, за которым собирается экипаж. Вот, кстати, об экипаже надо отдельно сказать. Вот данный корабль, ну, современная реплика, она рассчитана на экипаж до 14 человек. То есть 14 максимально сюда помещается для путешествий. Ну, потому что постарались придать такие более комфортные условия для современных мореплавателей, да. А на историческом судне дубошлюпки якутского 17 века экипаж составлял около 40 человек. То есть где-то 15-20 человек матросов и где-то 20-25 человек гребцов. Вот как они здесь размещались, современному человеку понять очень трудно, честно говоря. Я не представляю, как тут разместится 40 человек, когда вот современные люди здесь вот 14 человеками ели или помещаются. Такое вот пространство, да. Здесь же вот еще расположен камбус. Вот он, опять же, современный, с газовой плитой. Опять же, в 18 веке, естественно, никаких газовых плит не было. Но огонь на судне разводили, ну, как бы строго по часам, обычно утром. Сохранилось, кстати, расписание, ну, исторический документ времен Великой Северной экспедиции, чем вот занимались на борту. Люди обычно вот еду готовили один раз в сутки горячую. Остальное время питались не горячей едой. Вот камбус был, но открытый очаг в виде открытого очага на борту. Давайте поднимемся. Обратите внимание на вот эти вот пространства здесь на судне. На нем, на ней имеются вот такие вот съемные, на самом деле, сидения по морскому банке, называется. Это как раз сидение для грибцов. Грибцы составляли половину экипажа. В грибцах были не моряки, а солдаты якутского и тобольского гарнизонных полков. Вот пока судно шло под парусами, банки убирались, но в случае какой-то вот там штиля, да, или против ветра, когда судно шло, эти банки ставились и грибцы садились и грибли. Дубль-шлюпка была оборудована двадцатью четырьмя веслами, по двенадцать с каждой стороны. Ну, здесь, по-моему, количество уменьшили здесь. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По восемь весел с каждой стороны, то есть всего весел 16. Он вполне может ходить и на веслах. Весла тут лежат, если вот присмотреться, вон они лежат вдоль борта. А вот это дерево, которое лежит вместе с веслами, это как раз реи лежат для парусов. Вот в самом центре лежит шлюпка. Сразу надо сказать, шлюпка современная, то есть не соответствует по XVII веку. Но на историческом прототипе были две шлюпки, точнее, елботы они назывались. Честно говоря, не сильно силен в морском. Ну, грубо говоря, большие шлюпки, две большие шлюпки. Одна тоже лежала на палубе, а вторая шлюпка обычно на канате за основным судном еще плыла, то есть не на палубе находилась. Но вот эта современная, ее не стали делать в точном соответствии с XVIII веком. Просто плавание, потому что не всегда может подойти к берегу. Так, здесь находится гальюм, то есть туалет, очень важное для современного человека помещение. А вот в XVIII веке это судно гальюном не было оборудовано, то есть ходили кто как мог. Ну, современный человек без такого помещения не может. Так, вот это вот помещение вообще точно отсутствовало на историческом прототипе, потому что это машинное отделение. Вот, мы подошли к самому главному отличию этого современного корабля от исторического прототипа. Современная дубльшлюпка Якутск, она оборудована мотором и винтом, соответственно. Вот здесь он как раз находится, здесь же находятся емкости для топлива и емкости для воды. Ну, исторически этого ничего не было. Вот здесь вспомогательная мачта. Что-то я боюсь ошибиться, фокуп она называется. Там грот, а это фокуп. Да, и еще вот здесь видим имитацию вооружения исторического судна. Сделано для фильма, но исторический прототип он примерно такими орудиями был оснащен. То есть, историческое вооружение, дубльшлюпки Якутск, это четыре пушки небольших так называемых фальконета на вот таких вот стойках. Две пушки у кормы и две пушки на носу. И, кстати, часть экипажа составляли, собственно, пушкари, ну, артиллеристы, так говоря. Вот мы подошли к корме. Здесь вот самая важная часть корабля, собственно, где расположены органы управления кораблем. Дубльшлюпка, она управлялась не штурвалом, а румпелем, соответственно, вот таким вот деревом, которое прикреплено там вот на корме к рулю. И вот таким образом можно было разворачивать судно. Собственно, здесь вот находился, ну, должен находиться по расписанию капитан, точнее командир дубльшлюпки был капитан. И тут же мы видим, вот опять же, современные эти отличия. Это вот управление мотором и приборы для тоже управления и слежением за курсом корабля. И также на корме находилась каюта кормовая. Это главная каюта, да, рассчитана на двух человек, ну, либо, ну, один вот командир здесь живет, должен был жить. Вот, кстати, очень актуальная каюта для дубльшлюпки Якутск, потому что вот это вот путешествие дубльшлюпки Якутск 1735-1737 годов, знаменитая еще тем, что, ну, помимо вот открытий, которых они сделали, ужасных условий, в которых они плавали, в этой экспедиции приняла участие первая русская женщина-полярный исследователь. Собственно, жена командира дубльшлюпки Якутск Василия Прончищева, Татьяна Прончищева. И вот, скорее всего, вместе с мужем они вот в этой кормовой каюте, собственно, и жили. Поскольку вот сейчас на современном судне разделение отдельной вот каюты, да, хоть и на 4 человека, а тогда вот эти вот все там 40 человек, они жили, скорее всего, в одном помещении, и, естественно, как бы женщине это было трудно, вот она, скорее всего, в этой кормовой каюте не жила. Такое вот разделение. И, кстати, Прончищевы, собственно, погибли в ходе экспедиции. И потом вторым командиром дубльшлюпки Якутск исторически был Харитон Лаптев. Один из двоюродных братьев, имя которого вот море Лаптев их носит сейчас, где вот, собственно, дубльшлюпка и ходила. Вот в настоящее время дубльшлюпка Якутск находится на территории Якутского музея. Не знаю, останется она тут навсегда или, возможно, ее все-таки отремонтируют, и что позволит, как бы, спустить ее на воду, возможно. Ну, возможно, нет, но пока она вот стоит здесь, Якутский музей Ярославского проводит экскурсии для небольших групп. Ну, большими группами мы не можем сюда водить, все-таки это такое место повышенной опасности. Вот. Но вот в ходе этих экскурсий мы рассказываем о судьбе исторического судна и о Великой Северной экспедиции. Так что приглашаем по заявкам посетить такой уникальный объект, который пока что вот находится у нас. Великой Северной экспедиции Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...